Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для решения текущих социально-экономических задач требуются совместные усилия власти, бизнеса и гражданского общества. Об этом говорили на заседании Круглого стола, организованного Общественной палатой Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. В современных условиях важно наладить конструктивный диалог между властью, бизнесом и обществом. Сделать это позволяют социально ориентированные некоммерческие организации. Виктория Шарая продолжит. Новое время бросает новые вызовы. Чтобы власть, бизнес и гражданское общество эффективно работали для решения текущих социально-экономических задач, требуется совместное усилие. Об этом говорили на заседании Круглого стола, организованного Общественной палатой городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. В современных условиях конструктивный диалог между властью, бизнесом и обществом позволяет наладить социально ориентированное НКО. Они выявляют нереализованные возможности с учетом новых реальностей и новых вызовов. Тема действительно архиважная. Взаимодействие власти, бизнеса, некоммерческого сектора, гражданского общества во все времена была очень важна. Но последние вызовы ставят перед нами и новые задачи. И сейчас вот это взаимодействие, вот это все вместе, наверное, встает на первый план. Со своей стороны могу сказать, что, конечно, администрация города, я как глава города, всегда открыта к диалогу, всегда открыта к обсуждению и к нахождению тех взаимовыгодных решений, которые удовлетворяли бы бизнес, ну и прежде всего, конечно, жители городского округа Самары. Разработка дальнейшей стратегии развития Самары требует свежего мышления и активной позиции каждого жителя города. Об этом рассказал председатель Общественной палаты городского округа Самары Габибила Хасаев. Он напомнил, что у Самары есть прекрасный опыт взаимодействия администрации города, бизнеса и институтов гражданского общества в период подготовки к чемпионату мира по футболу. Когда за короткий промежуток времени город преобразился, и этот опыт нельзя забывать. Только объединив все созидательные силы, мы сможем рассчитывать на достойное будущее нашей родной Самары. В свою очередь, председатель Думы городского округа Самары подчеркнул, что большое внимание уделяется вовлеченности молодежи в процесс формирования будущего Самары. При городской думе очень эффективно работает общественный молодежный парламент, в состав которого входят студенты всех самарских вузов, представляющие разные направления. Работа выстраивается в одном только ключе – это максимально улучшить социально-экономическое положение как города в целом, так и каждого его жителя в отдельности. Чтобы охватить интересы всех слоев населения, при городской думе созданы различные общественные советы, которые объединяют 44 некоммерческие организации. Те, в свою очередь, решают разные задачи, собирают гуманитарную помощь участникам СВО, помогают детским домам, домам престарелых, занимаются патриотическим воспитанием и проблемами экологии. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Среди приоритетных задач – сбор мусора, очистка газонов, мойка дорог и, конечно, своевременный вывоз собранного мусора. По поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко активизируются и работы по очистке контактных опор вдоль уличной дорожной сети от рекламных листовок. О том, как преображается город после зимы, расскажет Александр Гусева. Стартовала новая неделя месячника по благоустройству. Работники муниципальных предприятий и других организаций совместно с жителями города продолжают наводить чистоту и порядок. Перечень приоритетных работ в рамках месячника обсудили на еженедельном совещании с первым заместителем главы города Владимиром Василенко. Это в первую очередь сбор мусора, приладковая, зачистка и вывоз. По некоторым улицам уже приступили и к мойке проезжей части. Сегодня актуальным вопросом у нас остается по вывозу мусора, по ритмичности, для того, чтобы контейнерные площадки не переполнялись, контроль за перевозчиками. По словам специалистов, выстроить взаимодействие очень важно и напрямую влияет на слаженность и ритмичность уборки. Особенно там, где граничат зоны ответственности управляющих организаций, районах администрации, предприятий и подрядчиков, занимающихся содержанием вверенных территорий. Также по поручению первого вице-мэра повышенное внимание уделили очистке контактных опор от рекламных листовок. Вдоль уличной дорожной сети уже ведутся соответствующие работы. Так, сотрудники энергохозяйства муниципального предприятия ТТУ удаляют самовольно наклеенные горожанами объявления с опор. В первую очередь работа организована на гостевых и туристических маршрутах, в локациях с большим пешеходным трафиком вдоль центральных и гостевых улиц Самары, в том числе и по улице Мичурина. Рабочие сначала зачищают контактные опоры, а затем покрывают их специальным антивандальным составом. Антивандальное покрытие держится один сезон. После этого приходится еще раз в следующем году покрывать опоры в следующем слое. Наклеить листовку поверх такого покрытия сложнее, но даже если это получилось сделать, очистка будет производиться быстрее и проще. Очистить от листовок и обработать предстоит 2000 контактных опор ТТУ. Помимо этого, свои опоры приведет в порядок муниципальное предприятие «Самар-Горсвет». Мэрия напоминает горожанам о том, что на территории Самары имеется 871 информационный стенд. На этих стендах свои объявления можно разместить легально, без ущерба благоустройству территорий. Несмотря на то, что работы в рамках месячника по благоустройству по-прежнему много, город уже выглядит значительно чище. Убирают, молодцы, стараются. Чистенько. Во дворе у нас очень чисто. У нас и дворник хороший. Мы возле работы тоже проводили субботки. Чистота и порядок приходят не только в Самарские дворы и на городские улицы, но и на территории организаций. Так сегодня продолжилась генеральная уборка во всех депо муниципального предприятия ТТУ. Прожили мы еще один год. Пришел апрель. Тоже традиционно стартует месячник по благоустройству города. Мы тоже принимаем свое участие. Мы, как обычно, чистим опоры контактной сети травмо-интролепственного управления от объявления. Второе, то, что мы тоже делаем, углублено – это мойка подвижного состава трамваев и троллейбусов. Для внешней очистки задействуют автоматическое щеточное оборудование. При необходимости домывают кузова вручную. В ходе уборки в салонах подвижного состава вычищается вся пыль и грязь, скопившаяся за осень-зиму. И, конечно же, проводится дезинфекция контактных поверхностей. В преддверии Дня Победы сотрудники позаботились и о часовне в память о погибших на полях сражений, которые находятся на территории городского депо ТТУ. Александра Гузева, Николай Епифанов, События. В Самаре прошла масштабная акция по уборке береговой линии Волги от мусора. «Средник» и «Субботник» организовала Дума Самары в рамках месячника по благоустройству города. Предпаводковая уборка берега стала доброй традицией. Подробности узнала Галина Топилина. В рамках месячника по благоустройству городская дума инициировала проведение уборки мусора на береговой линии Волги, чтобы во время паводка в реку попало меньше отходов. В минувшие выходные представители городской думы, общественных структур при думе, студенты колледжей и просто неравнодушные граждане вышли на субботник к берегу Волги. Мы понимаем, как это важно и нужно очищать берег Волги, потому что мы сюда придем после паводков, будем отдыхать здесь летом, и было бы, конечно, приятно приходить на чистую территорию и быть в чистоте. Нужно убирать за собой, чтобы потом это все не было в воде. Уборка береговой линии до сброса воды на ГЭС проходит третий год и каждый раз расширяет площадь охвата. В этот раз очистили территории от ладьи до спуска на улицы лейтенанта Шмидта, берег Волги под загородным парком, НФС-1, восьмую просеку и спуск под Барбошиной поляной. Инициативу Самарской городской думы по предпаводковой уборке берега Волги поддержали и другие города по Волжье. Мы уже после первого года, понимая рациональность этой работы, обратились в органы представительной власти, в 67 муниципальных образований, как на территории Самарской области, так и от Твери до Астрахани, на левом и правом берегу. У нас подписаны соглашения с Саратовом, с Волгоградом. Отметим, что парламентарии регулярно проводят акции, направленные на экологическое просвещение граждан. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. В Самаре остановили снос здания бывшего детского сада «Петушок». Однако проводить реконструкцию объекта не планируют. Сейчас власти и общественность ведут переговоры с собственниками участка о дальнейшей судьбе этой территории. Детали в нашем сюжете. В Советском районе Самары остановили снос здания бывшего детского сада «Петушок». С 1998 года объект находится в частной собственности. Власти провели ряд переговоров с жителями и застройщиком внимательно изучили ситуацию с востребованностью на данной территории детских садов. В результате выяснили, что актуальная очередность в детские сады в микрорайоне отсутствует. Потребность перекрывается уже существующими дошкольными учреждениями. Тем не менее, без учета мнения жителей, на участке ничего строить не планируют. Я общалась с жителями, и я знаю, что их беспокоит. Их очень волнует то, что после сноса детского сада будет возведена очередная высотка. Но на данный момент у собственника разрешения на строительство отсутствует. Реконструкция детского сада обойдется дороже, чем строительство нового. Мы берем этот вопрос в проработку комитету Самарской губернской думы по образованию и науке, для того, чтобы детально разобраться в каждом из моментов. И мы надеемся, что нам удастся найти баланс правового регулирования конфликта интересов между частником и государством. Также по поручению губернатора ситуацию контролирует глава Самары Елена Лапушкина вместе с другими чиновниками. Представители городской общественной палаты создали группу экспертов, и с руководителями департаментов строительства, образования и администрации Советского района организуют выезд на место. На место изучим ситуацию с учетом не только сегодняшнего положения, но и перспективной планировки этой территории, планов по освоению этой территории, по размещению новых объектов. И с учетом этого будет принято взвешенное решение со стороны общественной палаты. Ранее собственники участка, минуя договоренности, начали снос объекта. Однако после переговоров с властями снос остановили, а с владельцами участка продолжаются переговоры. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Карту жителя Самарской области за несколько минут можно заказать в многофункциональном центре. Для этого нужно прийти с пакетом документов и уже через несколько дней пользоваться преимуществами, которые дает новый универсальный пластик. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Наталья Морозова пришла в офис МФЦ заказать карту жителей Самарской области. Рассказывает, новшества очень удобно и помогает в жизни. Банковская карта МИР, ключ домофона, электронный проездной, копилка для кэшбэков и даже дубликат полиса ОМС. Все это теперь в одном пластике. Стоит отметить, что по ней действует и льготный проездной в общественном транспорте. Карта жителей сейчас полностью заменяет старые транспортные социальные карты. Напомним, они перестанут действовать уже в этом году. До конца декабря их нужно заменить на карту жителя для сохранения льгот на транспорте. Кроме того, держателям карты Самарской области доступны сервисы, которые позволяют отслеживать очереди на получение жилья и на зачисление в детский сад. Карта жителей Самарской области выдается и обслуживается совершенно бесплатно. Сейчас все ей пользуются. Говорят, она очень много там дает каких-то возможностей. Решила получить. Все, что нужно от желающих оформить карту, это прийти в офис банка или МФЦ, где обслуживают физических лиц, взяв с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить заявление на выпуск карты и сфотографироваться. Портретный снимок владельца разместят на ее обратной стороне. На это уйдет не больше четверти часа. Готовый пластик можно будет забрать максимум через две недели. СМС-оповещение о готовности карты придет на телефон. С 1 апреля оформить карту можно и в МФЦ, но пока только заявление принимаем по банку ВТБ. Все заявление принимается, оформляется. МФЦ передает эти данные региональному оператору, потом передаются данные в банк. И через две недели человеку приходит СМС прийти в тот отделение банка, которое он выбрал, и забрать карту. Карта жителей Самарской области обладает всеми защитными функциями обычной банковской карты, которые соответствуют мировым стандартам. При утере пользователю нужно будет лишь обратиться в обслуживающий банк и сообщить об этом. Сотрудники заблокируют карту, а далее выпустят новую. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. Работают в двух зонах. В историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На второй стройплощадке занимаются фундаментной плитой под тоннелепроходческий комплекс. Трудятся в соответствии с графиком. Приступить к монтажу второго тоннеля проходчика планируют 15 апреля. К этому времени сюда из столицы вернется автокран. В центральной части города завершили переврезку коммуникаций по временной схеме. В ближайшее время будет переподключение. Также от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Выполняются работы сопряженной со строительством. Переустраивают инженерные коммуникации. Возле зоны метростроя в районе перекрестка улицы Вилоновской и Колоктионовской. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно, минуя дорожные пробки, добираться до исторического центра и обратно. При необходимости после увеличения пассажиропотока, муниципальное предприятие Самарский метрополитен сможет сократить интервал движения электропоездов по линии с нынешних 10-12 до 7-8 минут. Стоит также отметить, что с открытием новой станции появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры города-миллионника и повышения его инвестиционной привлекательности. Открытие новой станции метро намного облегчит жизнь людей, увеличит пассажиропоток людей с пригорода в центр города, также разгрузит общественный транспорт. У населения, которое проживает далеко от центра города, появится возможность быстро доехать до центра города, погулять по музеям, посмотреть достопримечательности городского округа, в то же время съездить на набережную, погулять по набережной и посетить другие значимые места. В Самарской области утверждены дополнительные требования по содержанию и выгулу домашних животных. Основные требования федерального закона заключаются в том, что их владельцы должны соблюдать меры безопасности по отношению к другим гражданам и имуществу, которое им принадлежит. В Самарском регионе владельцы собак не должны допускать свободного передвижения животного по проезжей части и на придомовых территориях, то есть выгуливать питомца только на поводке. Кроме того, хозяева обязаны убирать продукты жизнедеятельности собак. Правилами благоустройства областного центра установлено, что местами выгула животных являются специализированные площадки. Владельцы четвероногих должны обеспечивать тишину как во время прогулки с собакой, так и дома. Новыми правилами допускается содержание животного без привязи или вольера на огороженной территории, покидать ее собаки без присмотра не должны. На входе должна быть предупредительная табличка. Также хозяева животных должны обеспечивать доступ к своему питомцу сотрудников специализированных организаций, например, таких как Роспотребнадзор и ветеринарная служба. И самый важный пункт с нашей точки зрения – это то, что если не планируется либо нет возможности у владельца содержать потомство от своих собак и кошек, то они должны производить стерилизацию принадлежащих им животных. Ведь не секрет, что неконтролируемый, скажем так, приплод часто оказывается на улице и тем самым пополняет ряды безнадзорных животных. В России растет заболеваемость корью. С начала года заразились уже 749 человек. Это в 6,5 раз больше, чем в прошлом году. В 2022-м в России зафиксировали 114 случаев этого инфекционного заболевания. Наиболее сложная ситуация в Северно-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах. Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самое заразное из всех известных инфекций. При контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве связывают рост заболеваемости корью с отсутствием прививок у граждан, приехавших в страну из ближнего зарубежья. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова призвала провести в регионах иммунизацию населения и трудовых мигрантов. Вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит и при этом ранее не болел корью. В Самаре прошли торжественные мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей. Ветераны, представители гурадминистрации и думы Самары возложили цветы к монументам в Парке Победы. Затем во Дворце ветеранов прошел концерт-реквием «И помнить больно и забыть нельзя». С подробностями Светлана Симофеева. Восстание узников Бухенвальда произошло под конец Второй мировой войны. Весной 1945 года. Теперь 11 апреля отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Иван Ермолаев попал в концлагерь четырехлетним мальчишкой. Фашисты угнали и его старшего брата с матерью. Затем семью выкупил литовский помещик. Старший брат, значит, Виктор, паскот. Я помогал как мог ему. И получали мы от хозяина почти каждый день порку. Сегодня Иван Ермолаев вместе с другими малолетними узниками фашистских концлагерей приехал в Парк Победы. Люди возлагали цветы к монументу матерей детей, пострадавших от немецких фашистов. Несли букету к памятнику Герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву. Сегодня мы просто обязаны помнить об этой дате. Сегодня необычное время. Как никогда важно в эти моменты вспоминать о таких датах. Отдавайте честь и память нашим ветеранам, которые сражались в этой страшной войне. В нашем городе, в нашем регионе, во всей нашей стране память о тех годах, лихолетиях, она хранится. Духовная скрепа, она сегодня патриотическая духовная скрепа, является одной из главных национальных идей. Сегодня в Самаре живут 118 малолетних узников фашистских концлагерей, которые состоят в общественной организации. И хотя все уже давно не молоды, они каждый год приносят цветы в память о тех, кто испытал на себе ужасы войны. После церемонии награждения гостей пригласили во дворец ветеранов. Детские творческие коллективы подготовили для них концерт-реквием. И помнить больно, и забыть нельзя. Сотни тысяч саживо сожженки Строятся, строятся, шепет не вряду ряд Интернациональные колонны С нами говорят, с нами говорят Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События Сегодня второй день Страстной недели. Православные верующие продолжают готовиться к Пасхе. Убирают свои дома и избавляются от лишних вещей. В Великий вторник, в частности, можно отдать нуждающимся вещи, которые больше не пригодятся. В этом году Пасха приходится на 16 апреля. Традиционными угощениями будут крашеные яйца и куличи. Эксперты Роспотребнадзора при покупке яиц рекомендуют обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Продукт должен быть ровным, гладким, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений. Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов. При покупке творога для приготовления Пасхи необходимо убедиться в его качестве. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Упаковка должна быть герметичной. При выборе пасхального кулича необходимо обращать внимание на его верхушку. Она должна быть сухой. Не допускается на нижней и боковой поверхностях наличие пустот и подгоревших мест. При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения. Сведения об изготовителе. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В пятницу 14 апреля в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения неточности необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат работники дошкольного учреждения. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на портале образовательных услуг, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за проведения космического полумарафона, сообщает в своем телеграм-канале Департамент транспорта Самары. Ограничения будут действовать с 3 часов ночи до 14.30.15 апреля по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до Маяковского и с 6 утра до 14.30.15 апреля по улице Максима Горького от Венцака до Вилоновской, по улице Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной и по улице Лесной от Первомайской до Осипенко. С 22 часов 14 апреля до 14.30.15 числа на этих улицах будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Автобусы номер 61 и 261 будут следовать по скорректированным трассам. Горожан просят заблаговременно планировать свои поездки. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары сообщает в своем телеграм-канале, что в воскресенье 16 апреля на открытой площадке ярмарки на пересечении улиц Тухачевского и Киевской состоится День плова. Жителей и гостей города приглашают на праздник. Всех ждут викторины, конкурсы, фермерские продукты натурального производства и, конечно же, дегустация плова. Начало в 11.00. В преддверии Дня космонавтики телеграм-канал Красноглинского района Самары рассказывает о тематическом музее, где представлены экспонаты космической и авиационной промышленности. Он открылся 14 апреля прошлого года на базе школы номер 165. Благодаря экспонатам музейного пространства можно окунуться в историю развития космической и авиационной промышленности от становления до современных дней. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова